Здравствуйте! В эфире национального телевидения программы «Местное самоуправление». Вы хотите знать, чем занимаются чебоксарские депутаты и как работает столичное правительство? Тогда не переключайтесь. Об этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Охота на наружку. В чебоксарах наводят порядок в наружной рекламе. Депутатский дозор или контроль за строительством социальных объектов. Взаимовыгодно. Чебоксарский кооперативный институт скооперировался с городским собранием депутатов. Красочные, яркие, стоят на самом видном месте и призваны привлекать внимание. Это все при неотъемлемый атрибут современного городского пейзажа – рекламные щиты. Далеко не все из них занимают место под солнцем на законных основаниях. Исправлением ситуации занимаются в городской администрации. Где дешевле всего купить туристическую путевку, быстро пройти медосмотр и сдать на права. Где помогут обзавестись голливудской улыбкой и даже куда идти, к примеру, за бытовой техникой. Вот такой поток информации льется на участников дорожного движения буквально сверху, с рекламных щитов. Такой вид рекламы действительно работает. Информацию каждый день видят тысячи людей. При подобных обстоятельствах рекламные гиганты росли на улицах города, как грибы после дождя. Практически в любых местах, где душе предпринимателя было угодно. Но если бизнесу они приносили прибыль, то вот городам нередко одни неприятности. Так в мае СМИ Воронежа сообщали. Незаконный щит придавил мужчину с ребенком. Во время непогоды на пешеходный переход, по которому шли папа и его семилетний сын, упал щит. Щит был установлен на разделительной полосе и упал прямо на зебру. По информации СМИ, рекламная конструкция была установлена незаконно. А вот видео из Волгограда. Билборд падает на проезжую часть. Подобных видео из самых разных уголков нашей необъятной в интернете немало. Однако в мае 2013 в закон о рекламе внесли изменения. Согласно нему все, без исключения рекламные щиты, а также стенды, строительные сетки, перетяжки, иными словами, вся наружная реклама должна размещаться только в местах, которые утвердили органы местного самоуправления. В Чебоксарах схему размещения уже разрабатывают. Чебоксарское городское собрание депутатов к концу года должно будет утвердить схему размещения рекламных конструкций. Это поправка в закон федеральный о рекламе. В конце года мы ее утвердим, и все рекламодатели будут знать, где должна размещаться реклама, где должна стоять какая конструкция. В данную схему должны войти места, которые уже существуют. Ну и, конечно же, места, в которые город в перспективе считает, что там должна быть рекламная конструкция. По задумке законодателей, это значительно сократит количество наружной рекламы. В схемах также предполагается указывать типы и виды рекламных конструкций, точную площадь информационных полей и технические характеристики. Кроме того, она должна соответствовать требованиям безопасности. Кстати, повлиять на этот, пожалуй, самый важный пункт может следующее. Согласно новым поправкам, федеральное законодательство о рекламе, субъект Российской Федерации должен для себя принять срок размещения, срок на выдачу разрешения рекламной конструкции, от 5 до 10 лет. Сейчас Чувашская Республика как раз этим занимается. Есть большая разница. Срок эксплуатации того же щита, да, будет он 5 лет стоять или 10 лет. Кто будет проверять, сколько он там стоит. Может, это будет старый щит уже, да, а потом через некоторое время он устареет, заржавеет, он упадет. Вот, это первое. Второе. Сегодня хороший, красивый щит стоит намного дороже, там, да, рекламщикам сегодня проще поставить обычный щит 3х6. Потому что он знает, что через 5 лет он может уже на этом месте не стоять. А когда он знает, что он 10 лет будет здесь стоять, то он может вложиться немного, да, и сделать красивый вид, красивый щит. Что ж, порядок безопасности – это, конечно, хорошо. Однако не все так просто. Чтобы схема заработала, потребуется время. Те щиты, в которые не вошли в рекламный паспорт, в схему рекламы, должны быть демонтированы в свое время. Естественно, этот процесс долгий, это не быстрый процесс. И у тех рекламных компаний, где стоят щиты, но не вошли в схему, они будут стоять до того, когда у них закончится срок аренды. Так или иначе, схему должны утвердить до 1 января 2014 года. Правда, даже после утверждения ее можно будет корректировать и дополнять. Но установка и использование рекламных конструкций в обход схеме будет бить предпринимателей по карману. Для физических лиц это может обернуться штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. Юридическим лицам придется расстаться с 500 тысячами или даже миллионом рублей. Изменения ждут город не только в сфере рекламы. Что делать с дорогой в никуда? В каких условиях будут жить жители аварийных домов? И где будут укреплять здоровье и наращивать мышечную массу жителей столицы? Городские депутаты и представители администрации проехались по Чебоксарам с дозором. Дорожное покрытие положили, фонари и освещение давно поставили. Проспект Айгиле, 32-я автодорога в Чебоксарах практически построена. Только вот поток автомобилей на ней не видно. Дорогу уперлась в Сугутский мост и из-под него пока так и не вышло. А на пути съездов на улицу Фучиков стал финансовый кризис. Теперь менять транспортную ситуацию на Богданке планируют с помощью нового глобального проекта. В администрации города при строительстве и развитии района Богданка была поставлена задача, чтобы мы рассмотрели транспортные связи с центром города, с северо-западным районом, с ново-южным районом. Для этого и нужна дорога Айги, которая в принципе построена, но не увязана с основными транспортными развязками. Согласно новому масштабному проекту, 32-я автодорога пройдет под мостом и уйдет в сторону залива и улицы Гражданской. На улицу Фучик автомобилисты будут попадать по специальным участкам дороги. Они пройдут с двух сторон параллельно Фучика. А на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого появится уникальная двухуровневая развязка. Кстати, учитывает проект не только нынешние потребности. Улица Богдана Хмельницкого из двухполосной превратится участок в четырехполосный и в шестиполосный, потому что нагрузка при высотном строительстве, конечно, будет очень большая. Проектирование закончится в 2014 году, а строительство администрации города предполагает закончить в 2019 году. Надо горожанам объяснить, что будет некое неудобство, конечно, на каких-то этапах. Мы должны это понимать, да, но строительство будет вестись в три этапа. Вот, поэтому постараемся минимизировать все эти неудобства ради того, чтобы на перспективу вот такой район, как Богдан Хмельницкий, все-таки он будет большой район, очень серьезный, да, развязка крайне необходима для всего города. Каждый квартал наша комиссия выезжает, и на наш взгляд мы вставляем специально план посещения многих социальных объектов, так, как и сегодня. Вот, видите, мы посетили объект по развязке на улице Богдана Хмельницкая, поэтому стратегический для города вообще объект. Это в новейшей истории города будет самая современная развязка. Что ж, когда-нибудь по проспекту Аги будет удобно добираться в микрорайон Садовой. Ну а пока депутаты и представители городской администрации отправились туда по другой дороге. Цель – посмотреть, как идет строительство района. Это одно из немногих мест, куда будут переселять жители аварийных домов. В этом году 5000 квадратных метров минимум мы переселяем переселенцев из веткового жилья. В последующем по 10 тысяч квадратных метров в соответствии с нашими договоренностями с городом. Мы их в 100% объеме будем выполнять. Это не обсуждается, выгодно-невыгодно, это необходимо, городу необходимо нам. Беспокоились депутаты не только о том, чтобы у людей появилась крыша над головой, но и удобные условия для жизни, другими словами, инфраструктуры района. В этом году заложено уже строительство детского садика, в следующем году заканчиваем. Запланировано еще до 2018 года строительство еще двух детских садиков и одной школы в этом районе. Ну и в дальнейшем будем с городом расширять транспортную сеть. Мы осмотрели, как идет ход строительства в микрорайоне Богданка. Идет, конечно, очень ударными темпами, быстро строится. Единственное, что пока нет еще социальных объектов, что хотелось бы, чтобы они появлялись в первую очередь. Потому что людям, заезжающим, нужны и магазины, и детсады, и какие-то другие социальные объекты. Перед городом стоит большая задача по поводу расселения, по поводу предоставления жилья по социальному найму. Город старается решать эти вопросы. Мы ведем переговоры с застройщиками, ведущими строительство в больших микрорайонах и даже в небольших, чтобы какие-то квадратные метры выделялись под социальные нужды. Появятся здесь и магазины, и спортивные площадки. Но чтобы заняться спортом на более серьезном уровне, добро пожаловать на центральные стадионы. На Олимпийском сейчас в самом разгаре строительство «Фокус» двумя катками. Проект вообще уникальный для Чуваши в том, что он имеет две арены. Все работы по тренировке и подготовке специалистов. Наши спортсмены будут идти тренироваться в катке. Остальное, все выступления показателя будут на основной арене вестись. Одно момент, там может кататься, тренироваться 100 человек. Объем его, вернее, пролется этого здания, чистого зала, 66 метров шириной и 100 метров длиной. Подобные объезды проводятся регулярно. А любые недочеты и предложения берутся на карандаш. Мы, как депутаты, почему выезжаем? Потому что смотрим, с какими проблемами сталкиваемся, где нужна наша помощь. И второе, самое главное, что мы объясняем людям в своих округах, посещая, да. То есть, что в городе происходит, чтобы они понимали, что город развивается, что у нас есть планы, что мы хотим, чтобы город стал еще лучше. Вот для этого нужны эти выезды. Студенты смогут учиться государственному управлению, ну а депутаты получать консультации специалистов и профессоров. Каким образом Чебоксарский кооперативный институт скооперировался с городским собранием депутатов, смотрите прямо сейчас. Пожали руки, поставили подписи. С этого момента один из ведущих вузов республики Чебоксарское городское собрание депутатов связан с тесными узами сотрудничества. Один из предыдущих руководителей города говорил, у меня, говорит, единственный вуз в городе Чебоксар, потому что Чебоксарский кооперативный институт, остальные все Чуварские государственные, Чуварские сельхозакадемии, Чуварские госпитатели, университеты. Так что мы с вами, и нас можно всегда в хорошем смысле слово использовать, мы готовы действительно к партнерским отношениям и сотрудничествам. Организации будут обмениваться опытом и информацией. Основная цель – свести как можно ближе теорию и практику. Выпускники этого известного у нас в городе вуза, они работают и в администрации, они работают во многих предприятиях, учреждениях города. Выпускники и студенты могут просто участвовать на наших и на собраниях депутатов, на общественных слушаниях, на публичных слушаниях в городе, и участвовать в городских мероприятиях. Студенты могут и практику проходить на базах и городской администрации, и районных администраций, и структурных подразделений администрации. Что студентам такое сотрудничество поможет влиться в будущую профессию, а депутаты в своей работе получат необходимую поддержку профессоров и специалистов. Безусловно, мы возлагаем очень большие надежды, не только юридически, де-факто, подписали документы, а на практике, чтобы договор в дальнейшем начал работать. Мы готовы со своей стороны оказывать помощь и городскому собранию, и городской администрации при проведении различных экспертиз, учеными, экономистами, юристами, политологами, при проведении различных мероприятий, подготовке документов нормативно-правового характера, подготовке постановлений городского собрания или же той же городской администрации. На этом программа местное самоуправление подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания.